Данное видео содержит критику оценку действий в каждые высказывания, которые могут вызвать недовольство криворожских коррупционеров, казнокрадов и членовых семей. Право-особорное высказывание своих суждений защитается статья 34 Конституции Украины, а также статья 30 законов Украины об информации. Автор высказывает свое субъективное мнение. Привет, друзья, это Кризалис. Сегодня я хочу рассказать вам о том, кто терроризирует наш город звонками в полицию и сообщениями о минировании. Поехали. Музычко! Скажу по правде, конкретно кто, фамилии и имен у меня безусловно нет, но есть определенные догадки, плюс некоторые интересные факты, которые сообщили мне о моей связи, знакомства в определенных органах. Я думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. Так вот, совсем недавно к нам в город на электронные адреса разных ведомств, например, гостиниц или образовательных учреждений, а может быть, больниц или школ, стали поступать электронные письма следующего содержания. В них говорилось о том, что в любом случае расплата придет и что очень скоро все взлетит в воздух, ну то есть взорвется, и что полиция не поможет и много чего подобного. Откуда поступают эти сообщения? Точно на текущий момент неизвестно, однако известен тот факт, что поступают большинство из них из-за границы, то есть из Российской Федерации, некоторые из Приднестровья и Российской части Молдовы, если, конечно, можно ее так назвать. Вместе с сообщениями о минировании на электронные ящики разных учреждений и омиду гостиниц стали поступать предложения о сотрудничестве. Точнее, даже не так, наверное, больше похоже это на вымогательство. Информационные террористы сперва за 1000, а после за 2000 гривен предложили владельцам заведений избавить их от ложных минирований, ну и тем самым сэкономить время и, может быть, даже не портить впечатление своих гостей от посещения заведения. Ты что, с ума сошел? Я не знаю, что это такое и почему так происходит, но знаю точно и наверняка, бороться с таким видом лжеминирований практически невозможно. Если преступник умен и может заметать следы в интернете, о том, как это делать, я не стану вам рассказывать. Ну, сами понимаете, почему. Так вот, в таких случаях, если замести следы, то ответственности, в принципе, наступить не может. А че так можно было, что ли? Потому что никакой СБУшник, ЦРУшник или даже ФБРовец не сможет с точностью до 100% определить, чьи конкретно пальцы касались клавиатуры в момент отправки сообщения. Ну, а здесь, как вы понимаете, мы имеем дела с украинскими спецслужбами, я никоим образом не хочу уменьшить их возможности, но мы же живем в самой коррумпированной стране Европы, то есть спецслужбы недорабатывают. В общем, что нам нужно делать? Помните сказку про мальчика и волк? Когда мальчик постоянно кричал волк, и односельчане приходили спасать его. А в тот раз, когда действительно пришел волк, все подумали, что он шутит, и не явились. И мальчик был съеден. Я думаю, каждому из нас, кто стал жертвой такого информационного терроризма, стоит воспринять это с долей скептицизма и ответственно отнестись к выполнению инструкции спасателей. Потому что рано или поздно, так или иначе, но один из таких вызовов может не оказаться ложным. Я, конечно, надеюсь, что больше вообще не будет ложных вызовов, и не ложных тоже, и все будет отлично. Но давайте помнить, в какое время мы живем, в какой стране. Это я к тому, что у нас война на Востоке. Так вот, давайте помнить, понимать и максимально внимательно относиться к окружающим. Потому что кто-то из них может таки оказаться мерзавцем. Ну и помните, безопасность в первую очередь должна исходить от нас. Мы должны создавать безопасное общество, а полиция, ПСБУшники и остальные должны просто следить за ее соблюдением. Ну и выявлять всякие элементы недобросовестные. На этом все. Если вдруг у вас появится какая-то дополнительная интересная информация, сбрасывайте ее мне на почту, я обязательно ее озвучу. Спасибо большое за просмотр. Берегите себя. Всем пока. А все остальное, что такое?